Халло, и добро пожаловать в Project S, Билдульс канал. Первым шагом будет создание простой карты номер один. Постройте прямоугольный коридор. По центру разместите браш и обратите в его в Trigger Change Level. Но ничего пока не трогайте. Далее установите InfoLandmark перед триггером. Лучше на расстоянии в 16 юнитов от него. Вот так. Далее дайте имя Ландмарку. А потом впишите это имя в триггер в переменную Landmark Name. Ну а чуть выше имя вашей второй будущей карты. В принципе это все. Первая карта готова к переходу. Теперь пересохраните карту, но уже по другим именем, которое вы вписали в триггере в графе New Map Name. Сохранили? Дальше нужно перетянуть триггер за Landmark на 16 юнитов. И в свойствах триггера указать переменная New Map имя первой карты, чтобы игрок мог переходить из одной карты на другую. Landmark должен находиться нетронутым, он является точкой перехода между картами. Вашу вторую карту можно перемещать по сетке редактора, но не один только Landmark. Теперь компилируем обе карты и внимание! Сначала запустите обе карты отдельно друг от друга, чтобы не было потом ошибок вроде AI Disable. И только после этого врубаем первую карту и тестим переход. Все работает! На вторую карту также переносится все энтити в поле зрения Landmark. Вон, Брин стоит как живой. На этом можно закончить наш урок. Зайдем только во флажки триггера. Disable Touch запрещает активировать триггер касанием игрока. Это удобно, если вам нужно, чтобы переход срабатывал только после Outputs команды. To previous chapter дословно это значит вернуть нас к прошлой главе. Не проверял эту возможность на практике, честно скажу. Ну вот и все! Поддержите проект донатом, если вы хотите, чтобы он жил. А я скажу вам традиционное удачи тамодачи! Субтитры сделал DimaTorzok